Итак, всем привет! Вы снова на канале Skyward. С вами я, Вадим. И я продолжаю вас знакомить со страницами романа «Здравствуй, грусть!» писательницы Франсуазе Саган. Сегодня на очереди у нас 12 глава этого произведения. А потом был солнечный день в Париже. Похороны, толпа любопытных, траур. Мы с отцом пожимали руки старушкам, родственницам Анны. Я с любопытством разглядывал их. Они, наверное, приходили бы к нам раз в году пить чай. На отца глядели соболезнованием. Уэб, должно быть, распустил слухи о предстоящей свадьбе. Я заметила Серила. Он поджидал меня у входа. Я уклонилась от встречи с ним. Мое раздражение против него было ничем не оправданно, но я не могла его подавить. Окружающие скорбели о нелепом и трагическом пришествии. И так как у меня оставались сомнения насчет того, была ли эта смерть случайной, Все эти разговоры доставляли мне удовольствие. На обратном пути в машине отец взял мою руку и сжал своей. Я подумала, у тебя не осталось никого, кроме меня. У меня никого, кроме тебя. Мы одиноки и несчастны. И в первый раз заплакала. Это были почти отрадные слезы. В них не было ничего общего с той опустошенностью, какую я испытывал в больнице перед литографией с видом Венеции. Отец с искаженным о лицом молча протянул мне платок. Целый месяц мы жили, как вдовец и сирота. Обедали и ужинали вдвоем. Никуда не выезжали. Изредка говорили об Анне. А помнишь, как в тот день? Говорили с осторожностью, вдвотя глаза, боялись причинить себе боль. Боялись, вдруг кто-нибудь из нас сорвется и произнесет непоправимые слова. За эту осмотрительность и деликатность мы были вознаграждены. Вскоре мы смогли говорить об Анне обыкновенным тоном, как о дорогом существе, с которым мы были счастливы. На которое отозвал Господь Бог. Словом «Бог» я заменяю слово «случай», но в Бога мы не верили. Спасибо и на том, что в этих обстоятельствах мы могли верить в случай. Потом в один прекрасный день у одной из подруг я познакомил с каким-то ее родственником. Он мне понравился, я ему тоже. Целую неделю я повсюду появлялась с ним с постоянством и неосторожностью. Присущим и началу любви. И отец, плохо переносивший одиночество, тоже стал бывать повсюду с одной молодой и весьма тщеславной дамой. И началась прежняя жизнь, как это и должно было случиться. Встречаясь, мы с отцом смеемся, рассказываем друг другу о своих победах. Он, конечно, подозревает, что мои отношения с Филиппом отнюдь не платонические. А я прекрасно знаю, что его новая подружка обходится ему очень дорого. Но мы счастливы. Зима подходит к концу. Мы снимем не прежнюю виллу, а другую поближе к Жан-Ле-Пену. Но иногда, на рассвете, когда я еще лежу в постели, а на улицах Парижа слышен только шум машин, моя память вдруг подводит меня. Передо мной встает лето и все связанные с ним воспоминания. «Анна, Анна, тихо-тихо и долго-долго я повторяю в темноте это имя. И тогда что-то захлестывает меня. И, закрыв глаза, я окликаю это что-то по имени «Здравствуй, грусть». Итак, дорогие мои, это была первая часть романа Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть». Впереди нас ждут другие части и другие главы. А вот сейчас я с вами прощаюсь до следующей встречи. Всем пока, мои дорогие. Вы были на канале Skyward и с вами был я, Вадим. Субтитры сделал DimaTorzok